Привет, ребята! У меня началась вторая неделя жизни в Америке, и я решила вам поснимать такое видео разговорное во время того, как я иду, для того, чтобы было вам более интересно и красиво наблюдать за моим фоном. Так что буду снимать, пока мне не отвалится рука, и порассказываю вам немножко про то, как всё проходит. Как вы поняли, жильё я нашла, всё у меня хорошо, спокойно, комнату я свою уже обустроила, мне очень уже нравится, как мне она выглядит. Также вы спрашивали по поводу учёбы. Учёбы у меня сейчас очень мало на самом деле, мне нужно было быть на вот этой неделе только в субботу на учёбе, а всё остальное у меня онлайн. Сложно, не сложно, как сказать? То есть, в принципе, пока задания домашние были несложными, но иногда понять то, чего от тебя хотят, вызывают вопросы, и ты так, типа, что? И вот вчера у нас в субботу была вот эта вот пара, на которой нам сказали, что у нас будет письменное задание, и у нас никто ничего не понял. Я просто радуюсь тому, что я не одна такая тупица, и что, в принципе, все не понимают одинаково, как и я, поэтому нам всё объяснят, и всё будет хорошо, и все мы разберёмся, и всё будет нормально, понятно и классно. Если вы спросите, куда я сегодня направляюсь, я решила сегодня просто прогуляться, так как я не строила никаких планов, просто пройтись, посмотреть свой городок, вот этот Тастин, где я сейчас живу, и пройтись по Эрвайну, возможно, пройдусь по некоторым паркам. В принципе, моей целью является Marshalls, Marshalls это дешевый магазин, где очень можно найти всё по классным ценам, как Calvin Klein, Tommy Hilfiger, духи какие-то, косметику, ну, в общем, там, в принципе, есть сброд всего, типа, как сток. Я уже когда-то вам рассказывала про эти магазины, типа Marshalls, Ross и прочее. Marshalls мой самый любимый, и я пока за эти две недели так и не добралась ни в один из них. Обязательно вам сниму тоже, что там интересного, покажу, так что давайте будем на связи. Так, я уже иду, сейчас скажу вам сколько, уже иду 40 минут, и мне ещё примерно идти 20 минут до моего места назначения. Смотрите, я нахожусь в каких-то, типа, апартаментах, а справа от меня вот там вообще непонятно что. Не знаю, что это такое. Я очень надеюсь, что вы уже читаете мой инстаграм и смотрите мои истории замечательные с моих путешествий по окрестностям моей местности, к примеру, Лагуна Бич и всё такое. К сожалению, пока я не могу это снимать вам на фотик, потому что мне неудобно перед ребятами, с которыми я плохо знакома. Но обещаю, что когда-то, когда у меня будет своя машина, или своя подружка, или свой друг, я поеду и буду вам снимать там влог тоже. Так что следите за моим инстаграмом, обязательно подпишитесь на него. И смотрите, что я делаю там. Стори. Угу. Я вот иду уже 50 минут, и пока что я не встретила ни одного пешехода на улице. Ни одного. Я встретила двоих чуваков на великах в разное время, и одного чувака, который бежал, типа, занимался спортом возле дома. Но ни одного пешехода. Вот первая женщина с пакетом. Видимо, я с магазина вышла до машины пройтись. Серьезно, ребят, это просто капец. Мне кажется, что скоро меня будут узнавать на улице, тыкать пальцем, и говорить, ой, это что, девочка, которая пешком ходит? Труба. Там вертолетик летит. Гляньте, только там басик. Вам, наверное, и не видно. Но это так круто. Вот иду, думаю, что вам еще рассказать. Возможно, вы видели меня в инстаграме, возможно, нет. Я решила обменять кроссовки в магазине, и тут обмен очень легко происходит. То есть, возврат, обмен, все что угодно. Очень просто. Просто приносишь, просто чекать, и просто сразу дают деньги. Без вот этих вот взглядов, типа, какая причина вашего возврата, как у нас делают. Это раз. Во-вторых, очень-очень дешевая обувь и одежда. В магазине Nike, к примеру, 25 баксов за новые классные кроссовки. Это, типа, вообще в порядке вещей. Это просто культурный шок, честно говоря. Очень дорогие услуги. Маникюр у русских мастеров, то есть, говорят, что, мол, наши мастера, там, русские украинцы, они берут меньше за эти услуги. И у них стоит 50 баксов. Ну, типа, 35 или 50, но это просто жопа. Поход в кино же, на секундочку, стоит от 15 до 20 баксов один билет. И для меня это такой шок, потому что онлайн ты тоже толком не посмотришь. Это так странно. Ты должен оформлять подписки, типа, на Netflix. Ой, смотрите, смотрите. Видно, нет? Должен оформлять подписки, типа, на Netflix или еще на что-то, чтобы просто посмотреть фильм дома. Типа, что? Для меня это такое какое-то... Я не хочу платить деньги за фильм. Знаете, ну, это странно. Плюс я узнавала, сколько стоит зал. Тут есть такой спортклуб LA Fitness, который, мне кажется, как у нас, Sport Life примерно. И сюда, поход в месяц, стоит 25 долларов. Не знаю, много или мало. Это, мне кажется, что, в принципе, довольно адекватная цена. Но, типа, поход с тренером один раз стоит примерно 60 баксов за один поход с тренером. Такое, знаете, такое. Я уже примерно подхожу к месту назначения. Иду я уже где-то час 10, час 15. В довольно быстром темпе. И, наконец, наконец, я уже почти пришла. Но я не знаю, как я буду идти обратно, серьезно. Я устала. Я не хочу. Я не знаю, как я буду. Так, ну что, я уже дома. И, честно говоря, примерно после пятой минуты шопинга я уже поняла, что я буду вызывать такси. Потому что мне захотелось взять настолько много всего, что просто капец. Вот эти пакеты. Буквально через пару минут я вам расскажу обязательно, что я вам накупила. А сейчас я подумала, что было бы логично показать им свою комнату. Так что, вот. Я повесила такую замечательную гирлянду здесь. Вот здесь у меня висит картинка, которая прикрывает какую-то непонятную штуку. Не знаю, что это. Не узнавала даже. Ой, ну, короче, потом повешу. А тут у меня вот такой серый красивый одеяло. Да, оно красивое. Вот тут у меня такая красивая постель с сердечками золотыми. Так, вот наша гирлянда заканчивается. Ставят мои вкусняшки. Тут я все разложила по полочкам, чтобы мне было удобно. Пакетик сифоры, конечно же. Там украшения лежат. Зеркальце купила. Вот у меня так выглядит мой стол. Плед. Подушечка, чтобы удобно сидеть. Вот тут вот моя обувь вся. Тапочки домашние. И все остальные. Вот это вот обновки мои. Ну, плюс вот эти тоже новые. Так они красивенько все стоят в ряд. Вот мои новые ящички полосатые под цвет моего одеялка. Это я. Вот на фоне комнаты, чтобы все понимали, что это все правда. Я нашла все красиво, все обустроила, все круто. И внутри вот здесь висит моя одежда. Сейчас вам покажу. Вот. Вот так красиво в вешалочках. Тут тоже стоят ящички. В общем, вот. А теперь я предлагаю, наконец, разобрать мои пакеты. Показать вам все, что я купила. Я пыталась, конечно, снимать в магазине. Но это было не совсем удобно. Потому что, ну, вы сами знаете, люди смотрят, когда ты снимаешь какую-то одежду. Типа могут вообще сказать, что, может, нельзя тут снимать. Поэтому я в ней рисковала. И покажу вам сейчас все. Я озвучу цены. Поехали. Я купила вот такую штуку от Nike. С длинным рукавом. Ярко-оранжевого цвета. Под цвет новых моих кроссовок. Которые я пока еще только жду. Но, тем не менее. За 13 баксов. Купила себе штопор. Там, в общем, реально есть все. Просто все, что угодно. И я очень искала себе вот именно с такой вот штукой, чтобы можно было так делать на банке. Потому что я не могу открывать банку. И умру, как в том меме, женщина одинокая, которая не могла открыть банку с огурцами. Вот я не хочу так умереть. Поэтому я купила себе штопор за 6 баксов. Супер навороченный какой-то. Но вроде дешево. По крайней мере, дешевле я пока не видела. Абатист сухой шампунь, посмотрите, он настолько здоровезный, что, мне кажется, у нас не такие большие продаются. И он стоит 9. Но это реально важная штука. Я обожаю сухие шампуньи. Поэтому без них никуда. Следующее. Я взяла себе еще два вот таких ящичка. Они будут меньше, чем те, которые у меня сейчас. Они красивого серого цвета. И они мне будут нужны, собственно, для моей косметики. Потому что в тех ящиках моя косметика реально просто утопает. И они, кстати, тут стоят дороже, чем в Таргете. Поэтому в Таргете даже выбор больше. Это очень странно. Но если вот у вас будет такой вопрос, где выбирать ящички в Америке, я советую Таргет больше. В общем, один маленький стоит 6, а большой стоит 8. Пшикалку для кудряшек. Я очень люблю такие штуки. И вот одну из тех, которые я здесь уже купила, она не работает на моих волосах. Я потом действительно напишу об этом в Инстаграме. Я всегда постчу в стори продукты, которые у меня заканчиваются. Что мне их нравится, что не нравится в них. Поэтому обязательно следите. И если вам это правда интересно, вы узнаете. Обязательно. Взяла вот такую вот чистилку для лица. Это корейская косметика. Вот. И стоит эта штука 5 баксов. У меня как раз заканчиваются же все мои умывалки. Поэтому мне пришлось купить много сил. Пришлось. Ну, короче, вы поняли. В общем, я не просто так это все купила. Это все потому, что мои умывалки заканчиваются. Вот и все. Не винить меня. Нашла вот такую вещь. Вот она. Это очень-очень сильно похоже на Glam Glow. У них есть вот такие вот блестящие маски. И это не Glam Glow. Это Spa Scriptions. Суперстар какой-то. Не знаю. В общем, я попробую. Стоит эта штука тоже 5 баксов. И сейчас, кстати, у них какая-то мода. У них все пошло. Infused with charcoal. Я даже не знаю, как оно читается. Carcoal. В общем, whatever. Пасты. Вот я пасту купила тоже с этим каркалом. Понимаете? Это какая-то такая вещь, которая везде. У меня одна умывалка сейчас с этим каркалом. Маска и паста. Мне кажется, что скоро из меня этот каркал выходить будет. Я взяла себе также маску для волос. Специально брала максимально побольше того, чего я не пробовала, чего нет в Украине. Чтобы можно было попробовать и понять, что мне подходит, что нет. Потому что у них настолько много брендов, которые делают такие вещи, что мне хочется пробовать тупо все. У меня реально какая-то жмулька. И я надеюсь, что у меня получится попробовать все. Может быть, вы видели вот эти Bad Hair шампуни. У нас их очень тяжело найти. И стоят у них у нас довольно дорого. Здесь я купила такое за 10 баксов. Специально для блондинок. Не знаю, крутой он или не крутой. Я никогда не слышала отзывы про них. Так что будем тестить. Взяла также крем для глаз. Это очень важная тема. У меня очень сильно устают глаза. Именно вот эта вот отечность. И сверху они устают везде. Поэтому эту штуку я очень люблю. Особенно, когда ты на Вазюк очень много макияжа на глаз. Потом постираешь ее муцелляркой. И глаза прямо аж такие... Пощади. Вот это вот для них. 5 баксов. И взяла две кисти. Посмотрите, какие они красивые. Ну, Господи. Ну, а, это же просто что-то с чем-то. От Real Techniques. Это очень крутая фирма, которая делает кисти. В Make Up Me Academy продают кисти этой фирмы. Так что это знак качества. Отлично для меня. В Make Up Me Academy в Киеве, между прочим. Вот. И я взяла одну для тона и одну для теней. То, что мне, собственно, больше всего, чаще всего нужно. И от каждой из них стоит... Ага, одна 5 баксов, вторая 6. Теперь тупо находка года. Короче, там можно найти даже косметику от Анастасия Баверли-Хиллз. От NYX. От Smashbox. От Estee Lauder. От... Короче, много всего. И я увидела вот там вот от Анастасия Баверли-Хиллз палетку хайлайтеров Aurora. Гляньте, тупо новенькая. Крутая. Вообще не понимаю, в чем проблема. Почему она тут? И она стоит 20 баксов. Сейчас давайте посмотрим... Посмотрим актуальную цену на эту палетку на сайте. В Sephora эта палетка стоит 40. Я взяла ее за 20. Прикиньте, она тупо продается еще в Sephora. То есть это даже не то, чтобы она вышла из коллекции там или еще что-то такое. Это же ненормально вообще. Офигеть просто. Я в шоке. Так, теперь пришло время рыться в моем белье. Я думаю, что... Вы этого хотели. Короче. Накупила я трусерей Кельвин Кляйн. Просто... Ну вот, не знаю. И лифчик еще. Вон. Трусы и лифчик. Все Кельвин Кляйн. Просто цены... Это... Ну вот не знаю даже, что на это сказать. 10 баксов за 2 пары. 10 баксов за 3 пары. И лифчик. Кельвин Кляйн. За 15 баксов. Это просто божественно. Ну и плюс я еще взяла себе 20 пар носков за 10 баксов. Кстати, очень прикольная ситуация получилась. Мне предложили на кассе открыть карточку скидочную. Это вот все, что у меня получилось. В итоге я сэкономила еще 20 баксов на том, что я открыла эту карточку. Но пришел помогать моей кассирше, собственно, менеджер. И он попросил мой ID для того, чтобы открыть эту карточку. ID американского у меня пока нет. У меня есть social security благодаря work and travel. ID пока что нет. Все, мой ID это мой загранпаспорт. Он берет мой паспорт и такой... Да ладно, типа... Ukrainian passport. Ну в смысле да ладно, он тоже на английском сказал. Он говорит, типа, мои родители из Украины. Я родился под Донецком, там в каком-то там селе. Я говорю, так ты можешь говорить по-украински? Он говорит, нет-нет, типа, я абсолютно ничего не знаю, не помню. Совсем маленький переехал сюда. Вот, говорит, но у меня до сих пор есть паспорт украинский, который у меня до сих пор лежит. И я очень хочу поехать в Украину. А родители меня не отпускают. Ну, в общем, парень примерно моего возраста. И ситуация реально очень прикольная. Он такой, так что там у вас? Нормально, типа. Я говорю, да нормально. Ну, в общем, очень забавно, потому что я забрела, по сути, непонятно куда. Да, и нашла в этом месте менеджера, который случайно подошел. То есть, если бы я не открывала эту карту, он же не подошел бы. Который родом из Украины. И ты так, типа, пф. И то он бы даже не узнал, что я из Украины, если бы он не взял мой паспорт. В общем, это настолько просто, не знаю, стечение обстоятельств. И такое тут довольно часто. Мне это очень забавляет, если честно. Но, в общем, прикольно. Прикольно, ребят. Сейчас я устала. Независимо от того, что я толком ничего не делала. Только прошлось часик до магазина. И два часика в своем магазине. Я довольно-таки уставшая. Я голодная. Хочу сейчас посмотреть какой-нибудь фильмчик. И, возможно, смонтировать после этого видео. Счастью, так как сегодня воскресенье, новой домашки у нас пока нет. Дедлайн у нас последняя домашка до понедельника. И я ее уже вроде как сделала. Поэтому можно, в принципе, отдыхать. И делать свои дела. Так что это супер круто. Я надеюсь, что вам понравилось такое однодневное видео. С покупками и про последние мои события. Так что подписывайтесь. Пишите, что вы хотите видеть от меня еще. Что вам еще рассказать, что вам интересно. Я, возможно, отвечу вам сразу в комментарии. Я, возможно, сниму про это. Так что, пожалуйста, будем на связи. И спасибо вам за просмотр. Люблю, целую. Пока. Кстати, забыла сказать. Это уже, наверное, инфа для тех, кто досмотрел. Кто меня сильно любит или сильно как раз не любит. Как казалось, у меня появилась одна хейтерша, которая дизлайкнула мне все видео. К сожалению, у меня не так много просмотров, не так много всего вот этого. Поэтому всю такую активность я замечаю. Вот. И она мне оставила очень такой неприятный комментарий о том, что, мол, я все время ною, что все у меня не так. Типа, в Украине я хотела в Америку. В Америке мне все не нравится. Что я хочу ездить только на дорогих тачках и ныть. И могла бы показать что-то более интересное. Так вот, обращение к вам всем и в отчасти к этой девочке. Я ее заблочила, конечно же, сразу. Я просто не люблю такое поведение. Не понимаю вообще, как можно писать кому-то какие-то гадости. Должна сказать свое слово. Если мне страшно, это не значит, что я ною. Мне очень здесь нравится. Но бывают моменты, что мне реально становится страшно. Потому что я здесь полностью сама. И мне иногда кажется, мне иногда такая паника просто на меня нахватывает, что если я начну кричать, ко мне никто не придет. Мне некуда бежать толком. Ну то есть у меня вот есть такие какие-то моменты, когда мне реально страшно. И я делюсь с вами своими эмоциями. Я стараюсь это делать по максимуму. И я очень надеюсь, что вы это цените. У меня натура такая, что я очень сильно всего боюсь. Но это совсем не значит, что я ною. Если вам так кажется, простите, честно, не хотела. Не хотела вам ныть. А по поводу тачек и того, что я могла бы показать что-то интересное. Если вы знаете что-то интересное, что я могла бы вам показать, что вы хотите от меня услышать, напишите об этом. А кататься на классных крутых тачках, мне кажется, хотят все. Типа, это тупо не хотеть этого. Я думаю, это было сказано в плане того, что я не хочу больше ездить на велике. Да, потому что тут так не принято. Тут все ездят на тачках, независимо, крутых или не крутых. И мне тоже хочется ехать на тачке, чтобы мне было удобно добираться из точки до точки, понимаете? То есть тут как бы только в этом стоит весь вопрос и не более. Конечно, мне бы хотелось, чтобы у меня была сразу супер-классная тачка. Вот. Но я уже ухожу в дебри. Я к тому, что, ребят, просто будьте добрее. Если вам что-то не нравится, я думаю, вы слышали это, нет одного уже блогера, просто выключите, переключите и забейте. Пожалуйста, не пишите мне негативную критику. Я очень сильно близко воспринимаю все это к сердцу и потом очень сильно расстраиваюсь. Поэтому я очень надеюсь, что вы меня поймете и не будете так со мной поступать. Будете снисходительны. И если вам просто будет не нравиться, будете выключать и не смотреть меня. Мне от этого будет проще. Мне все равно, что у меня будет меньше просмотров. Пусть лучше так, чем потом весь испорченный день. Спасибо вам. Спасибо еще раз. Пока.